Ребёнок без имени. Автор истории Андрей Друт. Источник рассказа. Группа, ссылку на которую ты найдёшь, в описании. Однажды, ещё в том возрасте, когда большая часть происходящих с тобой событий не откладывается в долговременную память, Игорь услышал, что свиньи необычайно похожи на людей как физиологически, так и анатомически. Дескать, некоторые органы родственников пятачка настолько похожи на человеческие, что, научившись преодолевать отторжение человеческого тела к чужеродным элементам, можно было бы решить проблему донорства, упадок которого наблюдался по всему миру. В тот вечер Игорь сидел на полу перед вечно работающим в его доме телевизором, а позади спал на диване налокавшийся хмельных напитков отец, искренне считавший, что его сын может подчерпнуть из телепередач куда более полезные знания, чем со школьных уроков. Собственно, временами он даже заставлял семилетнего мальчишку смотреть вместе с ним новости, циклы про расследование громких преступлений и сериалы про бандитов. Ведь это, в его понимании, давало будущему мужчине представление о жестокой жизни, которая ждёт его за пределами родных стен. Игорь отца любил, а вот эдакое домашнее воспитание терпеть не мог. В тот раз папа посадил ребёнка смотреть какой-то фильм про настоящую жизнь без прикрас, где несколько друзей колесили по просторам страны на старенькой чёрной иномарке, постоянно от кого-то скрываясь. К счастью для Игоря, под конец фильма отец уснул, поэтому мальчик смог достать несколько найденных во дворе игрушек, которые прятал от отца. «Они делают из тебя тряпку», – наставительно говорил он. В последнее время Игорю стало нравиться менять части игрушек между собой. К примеру, его весьма забавляло, как Бэтмен выглядит с одной ногой от Человека-паука, или как мускулистую фигурку Супермена венчает голова в маске летучей мыши. И когда он услышал по телевизору, где к тому моменту уже началась какая-то псевдонаучная программа для полуночников о том, что свиней можно совмещать с людьми, подобно тому, как он делал со своими игрушками, это его сильно впечатлило. Настолько, что эту мысль он пронёс с собой сквозь года, храня где-то на задворках сознания и всплывшую в решающий момент. Можно сказать, что телевизионное воспитание, на которое делал ставку отец, в конце концов дало свои плоды. В свои 32 года Игорь был вполне успешным хирургом, любящим свою работу. Ему пророчили головокружительную карьеру в частной практике. Многие клиники наперебой делали мужчине предложения о работе, однако он всегда отвергал их, продолжая работать в государственной больнице. Этому удивлялись даже коллеги, искренне не понимая, как человек может отказываться от нормированного рабочего дня и оплачиваемой переработки, выбирая 15-часовой рабочий день с парой-тройкой выходных в месяц и нищенской, при такой нагрузке, зарплате. «Я хочу помогать обычным людям, которые не могут позволить себе лечение в платных клиниках», скромно отвечал Игорь на недоумённые вопросы коллег. Это, с одной стороны, возвышало его в глазах окружающих, а с другой – переводило в разряд людей со странностями. Странность у Игоря определённо была. Жажда богатства, периодически ощущавшаяся им едва ли не на физическом уровне. Появилась она примерно в подростковом возрасте, когда Игорь понял, что не хочет прозябать, как его отец. Поступая в медицинский, подросток мечтал в будущем построить карьеру в какой-нибудь частной европейской клинике, где месячная зарплата будет больше, чем его годовая зарплата отца на заводе. Желание это было настолько большим, что когда к нему, в то время ещё лишь недавно закончившему обучение молодому хирургу, позвонил бывший сокурсник по имени Антон, некоторое время назад отчисленный за неуспеваемость, а ныне, насколько было известно Игорю, работающий на бандитов в качестве карманного врача и предложил заработать очень хорошие деньги за кое-какие услуги, Игорь без раздумий согласился. «Давай». Его воображение уже рисовало великолепные картины, как он съедет с обшарпанной однушки на окраине, доставшийся от умершего из-за цирроза отца, найдёт себе девушку, не боясь пригласить домой, начнёт путешествовать по миру и увидит нечто большее, чем свой провинциальный грязный город, вечно затянутый дымом из труб металлургического предприятия. Однако затем всё-таки добавил. «А как?» «Не телефонный разговор. Бывший сокурсник кашлянул. Встретимся у меня дома». «Хорошо». Уже оказавшись во дворе элитного жилого комплекса, Игорь начал завидовать Антону. Было очевидно, что квартира в таком доме не может быть плохой. Ожидания оправдались. Большой светлый пентхаус Антона заставил Игоря завидовать чёрной завистью бывшему однокурснику. «Откуда у тебя это?» Только и смог вымолвить Игорь, оказавшись внутри. «Да, в общем, работаю на ребят одних», – ухмыльнулся Антон. «Подробности раскрыть не могу, скажу лишь, что в обычной больнице они по роду своей деятельности обращаться не могут. Вот я и халатаю помаленьку. Работаю, конечно, не один. Имеется целый штат специалистов, обслуживающих наших работодателей. Платят мне очень хорошо. Оплата не идёт в сравнение даже с зарплатой лучших американских хирургов». «Везёт», – выдавил из себя Игорь, стараясь изобразить на лице что-то вроде улыбки. «А меня-то зачем позвал?» Антон встал и подошёл к окну, начав рассматривать завод, на который открывался прекрасный вид. «Нам требуются человеческие запчасти. На чёрном рынке с ними бардак. В странах-поставщиках вроде Китая и Индии ввели жёсткие законы, из-за чего они теперь стоят невообразимых денег. Да и доставляют, как правило, не самого лучшего качества. Мои работодатели хотят войти на рынок, а я тут и подумал, почему бы не найти поставщика среди знакомых, работающих в государственных больницах? «Да о каких запчастях ты говоришь?» Воскликнул Игорь. Он догадывался, о чём ведёт речь Антон, но не мог поверить, что ему предлагают это наяву. «Органы», – спокойно произнёс Антон. «Печень там, лёгкие сердца. Всё в таком роде. Ты же проводишь операции, когда у пациента по какой-либо причине умирает мозг или другой жизненно важный орган. Так почему бы у него не забрать то, что осталось в целом? Зная нехватку персонала и тот бардак, который творится в государственных больницах, я ни за что не поверю, будто это невозможно провернуть. Уверен, ты что-нибудь придумаешь». Я начал было изумлённый Игорь, всё ещё не верящий, что ему предлагают подобное. «Да ты не спеши отказываться», – перебил его Антон. «Поверь, мои работодатели готовы платить тебе огромные деньги, которых ты в жизни не заработаешь ни в одной больнице. Только подумай об этом». «Согласен», – закончил начатое предложение Игорь. В его голове будто до того момента, терпеливо дожидавшаяся своего часа, вдруг всплыла фраза из телепередачи, услышанной в детстве. «Свиные органы необычайно похожи на человеческие». Как и предсказывал Антон, особой сложности в том, чтобы похитить запчасти в бесплатной больнице, практически не было. Из-за категорической нехватки медицинского персонала и переполненности патологоанатомического отделения врачам иной раз приходилось самим утилизировать удалённые органы и конечности. Раз в 2-3 месяца сотрудники хирургического отделения собирались на загородный пикник, в ходе которого жарили шашлыки, употребляли горячительные напитки, а заодно сжигали в составленных друг на друга автомобильных покрышках, найденных на ближайшей помойке, человеческие останки. Пока выпивка лилась рекой, а рядом весело скворчал шашлык, метрах в двустах полыхали пирамиды из покрышек высотой в человеческий рост, в которых не менее весело сгорали медицинские отходы класса Б. За несколько часов, как раз к тому моменту, когда отдыхающие собирались домой, пирамиды полностью сгорали вместе со всем, что было внутри, оставляя после себя лишь гору золы. Схема же, которую придумал Игорь, была предметом его гордости. С одной стороны, проста до неприличия, с другой же настолько хитра, что, как говорится, комар носа не подточит. Суть её состояла в следующем. После операции, если пациент не выживал, Игорь задерживался в операционной под предлогом забора материалов для биопсии, а сам же, достав из импровизированного тайника в мусорном ведре, хранящийся в термопакете тот или иной свиной орган, менял его на здоровый орган умершего пациента, тут же помещая в лёд, а затем наспех зашивал тело. Время шло на минуты, ведь через 20 минут после остановки сердца запчасти становились бесполезными, если их не заморозить. Игорь не боялся, что его схема раскроется. Патологоанатом в его больнице проводил вскрытие формально, лишь для того, чтобы убедиться, что все органы на месте. Ну а так как свиные внутренности максимально похожи на человеческие, вероятность того, что вечно пьяный Николай, работающий в морге при больнице, обнаружит подлог, была крайне низка. Работодатели Антона действительно платили очень хорошо. Жизнь Игоря засияла новыми красками. Он переехал в новую квартиру, купил дорогую иномарку, а на недоумённые вопросы коллег неизменно отвечал. Наследство от отца. Заведённый банковский счёт всё полнился, давая шанс в скором времени переехать в другую страну и жить припеваючи на проценты от вкладов, когда с приходом нового руководства дела в больнице начали налаживаться. Для Игоря это было крахом. Первым делом начальство решило проблему с медицинскими отходами, договорившись с ближайшим мусорным полигоном об уничтожении их в ямах Беккари. Кроме того, Николай был выгнан в Зашей, а на его место взят молодой патологоанатом, который рьяно относился к своим служебным обязанностям. Казалось, мечтам Игоря не сбыться и суждено ему вдыхать ядовитый воздух родного городка вместо бриза тропических стран, как вдруг ему в голову пришла отличная, по его мнению, идея. За время работы в больнице ему периодически приходилось проводить операции по трансплантации донорских органов. Из-за отсутствия врача специализированного профиля руководство взвалило на него и эту обязанность. Санитаром, который доставлял органы перед операцией, с лавкой, Игорь был хорошо знаком. Конечно, посвящать человека со стороны в свои планы было большим риском, но Игорь на интуитивном уровне чувствовал, что санитар не откажется заработать неплохие деньги. Интуиция не подвела хирурга. Санитар действительно оказался не прочь улучшить свое материальное положение. К тому же, всего-то и надо было тайком менять донорские органы на те, что ему давал Игорь, практически неотличимые от оригинала. Ассистенты, присутствующие при операциях, не замечали неладного, что до самих пациентов вероятность выздоровления для них была хоть и ниже, чем при использовании человеческих запчастей, но не настолько, чтобы кто-то заподозрил Игоря в каких-то махинациях. К тому же, это была бесплатная больница, где пациенты не разбирались, почему врач назначает им большее количество иммунодепрессантов, чем обычно. Жив? Да и ладно. Были, правда, кое-какие странности в поведении людей, которым Игорь пересадил свиные органы. Кто-то из активного поджарова человека превращался в ленивого, страдающего ожирением, совершенно не следящего за собой. Другой начинал во время разговора периодически издавать звуки, подозрительно похожие на похрюкивание. И если поначалу хирург старался не связывать это со своими операциями, то когда ни с того, ни с сего один из его пациентов бросился в лужу перед входом в больницу с огромным удовольствием извалялся в ней, а затем ввалился в кабинет к Игорю, оставляя после себя на полу потоки грязи, ему пришлось сделать соответствующие выводы. Еще во время учебы в институте Игорь услышал непризнаваемую официальным ученым сообществом теорию некого Евгения Ковенштейна о том, что при пересадке органов рецепиент может с большой долей вероятности обрести некие черты характера и предпочтение донора из-за генной памяти, сохраняющейся в тканях донора. Некоторые, по утверждению считающегося лженаучным Ковенштейна, внезапно обнаруживали у себя тягу к еде, которую раньше терпеть не могли. А во время так называемой программы Джоар Пайо, в рамках которой заключенным в США ожидающим смертной казни, разрешили выступать в качестве доноров, у ряда их рецепиентов после операции обнаружилась тяга к немотивированному насилию, прежде наблюдавшаяся у владельцев пересаженных им органов. Видя, как меняется поведение пациентов, признать, что теория Ковенштейна соответствует действительности. Впрочем, его это не особенно заботило. В один прекрасный день, когда банковский счет Игоря раздолся до впечатляющих объемов, и он уже присматривал себе жилье где-то на юге Италии, как гром среди ясного неба прогремела новость, что правоохранителями раскрыта крупная сеть по торговле органами, и ниточки ее тянутся из родного города Игоря. Оставалось только гадать, сколько времени следователям потребуется, чтобы выйти на хирурга в родной больнице, некоторые пациенты которой внезапно обнаруживали у себя огромную любовь к грязевым ваннам. А мы все думали, когда же здесь кто-то объявится, проскрежетал старик, стоящий за спиной Игоря. Ты Ивановне внуком приходишься? Мужчина обернулся, не прекращая попыток совладать с ржавым замком, никак не желающим открываться. Нет, я у нее дом купил, решил пожить на природе, так сказать. Правильное решение, кивнул старик, сверкнув ярко-голубыми глазами. Здесь всяко полезнее для здоровья, чем в городах ваших. Точно, пробормотал Игорь. Наконец-то. Выдохнул он, когда замок все же удалось открыть. Несмотря на то, что он никогда не допускал всерьез, что его бизнес может быть раскрыт, Игорь приобрел себе домик в глухой деревне в сотни километрах от города, на всякий случай. Больше всего его привлекало здесь отсутствие связи с внешним миром. Ни сотовых вышек поблизости, только в единственном на всю деревню магазине, где стоял усилитель мобильной связи, можно было позвонить с телефона, да и то, когда стояла хорошая погода. Не уж тем более интернета. Услышав новости про успехи полицейских, Игорь сразу же рванул в деревню, придерживаясь малоизвестных грунтовых дорог, на которых вероятность встретить патруль была бесконечно низка. В его планах было пережить неспокойные времена в этом богом забытом крае, после чего сделать новые документы и начать новую жизнь. Однако жить вдали от большой земли мужчине неожиданно понравилось. Игорь имел при себе солидный запас наличных, а жизнь в деревне была недорогой. Мужики были готовы за пару бутылок водки с ремонтом дома помочь и картошкой поделиться. Впервые за много лет Игорь мог открывать окна нараспашку, не боясь, что смрад с улицы попадет в комнату, а шум автомобилей, периодически перемежающийся грохотом трамвая не вызовут звукового опьянения. Он с удивлением обнаружил у себя любовь к рыбалке, которая в речушке, протекающей рядом с деревней, была отличная. Несколько раз в неделю мужчина хватал рюкзак и шел на ближайший живописный тысячник, хребет которого заключал деревню в кольцо. Однажды, сидя на веранде с кружкой горячего чая и наблюдая закат, Игорь с удивлением понял, что испытывает нечто похожее на счастье. Это случилось через полгода после того, как Игорь переехал жить в деревню. Теплым июльским вечером, уже после наступления сумерек, возвращаясь с рыбалки, он вдруг услышал полный горя женский крик в одном из домов, стоящих на окраине. Бросившись к двери, мужчина грохнул по ней кулаком. Что случилось? Игорь знал, что в этом доме живет молодая девушка Нина, пару недель назад родившая сынишку. Ее мужа в деревне не было, уехал на вахту, чтобы подзаработать денег к рождению сына, но вернуться еще не успел. Нина родила почти на месяц раньше срока, а мужика начальства домой раньше окончания контракта не отпускала. Несмотря на недоношенность, мальчик рос вполне здоровым, отличаясь от родившихся в срок сверстников лишь тем, что имел более слабый голосок, из-за чего его плач почти не было слышно. Игорь часто видел, как Нина сидит возле дома, качая сынишку в подвешенной на крыльце колыбели. Бывшему хирургу оставалось только удивляться, как нормальное развитие недоношенного ребенка было возможно без надлежащего медицинского ухода и лекарств, которые деревенским заменяли отвары старика-травника, именуемого местными целителем. Игорь объяснил себе такое крепкое здоровье жителей, в том числе и совсем крохотных, хорошей экологией и натуральной здоровой пищей, чем и удовлетворился. Сейчас, занося руку над дверью второй раз, Игорь гадал, что же могло случиться в доме молодой женщины. Вариант, что к ней проник посторонне, он полностью исключал. Никто из немногочисленных деревенских жителей, коих насчитывалось в лучшем случае человек сто, был на такое не способен. Несмотря на некоторые странности своих соседей, как, например, строгий запрет на посещение бани после полуночи, которого заставляли придерживаться и Игоря, в основе своей это были доброжелательные люди, которые не пошли бы против друг друга. Иной раз, если между кем бывала какая ссора, то стороны обращались к старости, которой на общем собрании Игорь несколько раз посещал их из чистого интереса. Разрешал спор. Его решение было обязательным и неоспоримым для всех участников конфликта. Но раз это не вор и не насильник, то неужели... За дверью послышался звук отодвигаемого запора. На пороге стояла дрожащая от судорожных рыданий Нина. Где-то в глубине дома был слышен истошный детский плач. «Позови целителя!» срывающимся голосом выкрикнула она. «Я обожгла ребёнка кипятком!» «Позвольте мне взглянуть», попросил Игорь. «Я врач!» «Не верю я вам врачам!» «Позови травника!» Списав поведение Нины на состояние шока, Игорь тем не менее бросился к дому старика. Ближайшие к дому Нины соседи уже выходили на улицу, привлечённые шумом. За несколько минут добежав до приземистого дома из потемневших от старости брёвен, Игорь застал целителя спускающимся с крыльца с холщовой сумкой, перекинутой через плечо. «Знаю!» сверкнул он ярко-голубыми глазами, едва ли светящимися в темноте, отмахнувшись от раскрывшего было рта Игоря. «Сказали уже!» В правой руке он держал крысу, указательным пальцем левой, щекоча её шёрстку на маленькой голове. «Плохо дело!» констатировал старик, осмотрев спину малыша, которая уже начинала бугриться волдырями. «Я, конечно, помогу, чем смогу, но...» Нина громко зарыдала. «Да как я об этом Антону-то скажу? Он так ждал сыночка!» «Надеюсь, ты дала ему имя?» Целитель вдруг задал совершенно неуместный, по мнению стоящего рядом Игоря, вопрос. Нина резко затихла. «Нет!» «Ты что, совсем дура?» рассверепел старик, повернувшись к отпрянувшей Нине. «Да мы же не ожидали, что он раньше срока родится. Антон как раз должен был приехать к рождению, а имя самой он мне запретил выбирать». «Тьфу ты!» «И когда муж твой вернётся?» «Через пять дней должен уже дома быть». «Прекрасно!» заворчал травник. «День! Максимум два. Я, может, и продержу в нём жизнь травами, но пять!» «А ты что скажешь?» Вдруг обратился он к Игорю. «Ты же врач вроде как». Хм, Игорь с момента поселения в деревне никому подробностей своей прошлой жизни не раскрывал, поэтому осведомлённость старика его сильно удивила. Нина, что ли, ему сказала? «Но когда успела?» «В общем, да. С подобными случаями мне приходилось сталкиваться. Судя по виду кожи, это ожог третьей степени. Поверхность обширная. Он взглянул на прокинутый тазик, стоящий рядом с кроваткой, на которой лежал ребёнок. От посудины всё ещё шёл пар. Тут может помочь только одно». «Что?» Нетерпеливо воскликнули старик с женщиной практически одновременно. «Пересадка кожи». Игорь понимал, что это звучит совершенно иррационально в глухой деревне, от которой до ближайшей больницы сотни километров по плохой дороге, а до нормального центра, где занимаются подобными случаями, и того больше. Впрочем, не менее иррациональными были и остальные события вечера, среди которых нашлось место и травнику, давшему понюхать ребёнку какой-то свёрток из трав, отчего малыш мигом заснул, забыв о боли, и его загадочная обеспокоенность тем, что мальчику так и не дали имя. «Если у него есть такие травы, которыми можно мигом ввести в сон, значит, операцию провести вполне реально», – мелькнула смелая мысль в голове у Игоря. «И я могу это сделать», – закончил он. Голубой взгляд сверлил Игоря. «Нам надо, чтобы ребёнок прожил до того момента, как приедет его отец и даст имя. Это возможно?» – спросил целитель. «Это возможно в том случае, если у вас есть средство, подавляющее иммунитет. Тогда у ребёнка будет шанс прожить какое-то время». «Найду», – отмахнулся старик. «Но где кожу-то новую взять?» Игорь тяжело сглотнул, быстро взглянув на стоящую в метре от него Нину. «В деревне ведь найдётся поросёнок». Дверь дома Игоря ходила ходуном от ударов кулаком. Он с трудом открыл глаза и взглянул на освещенные первыми лучами солнца, стоящие на тумбочке возле кровати часы, стрелки которых показывали пять утра. Чертыхаясь, мужчина вылез из кровати, пошатываясь, добрёл до стула, куда накануне сбросил домашнюю одежду, одел её и быстро дошёл до двери. На крыльце стоял Сенька, деревенский дурачок, которому местные часто доверяли выполнение нехитрых поручений. Несмотря на стоящий на дворе июль, непрошенный гость был одет в дырявое пальто и валенки, а голову его венчала шапка-ушанка, уши которой торчали в разные стороны. Однажды Игорь, ещё не зная о чудачестве Сеньки, спросил кого-то из местных, почему тот в жару носит тёплую одежду, на что услышал, что он путает время. «Доброго утречка!» — поклонился Сенька, вовсю ширь улыбаясь щербатым ртом. «Тебе чего надо?» — удивлённо спросил Игорь, ожидающий увидеть Нину. «Время видел?» — извините сердечно. Еродивый прижал руку к груди. Но староста объявил обязательное для всех собрание. Через полчаса все должны быть в его дворе. «В пять утра?» — воскликнул изумлённый Игорь. «Да что же это за повод такой?» «Нинке сынули умер пару часов назад», — покачал головой Сенька. «Староста приказал мне его сжечь, но он всё равно переживает». «Переживает о чём?» — спросил ничего не понимающий Игорь. «Что и Гоша у нас теперь объявится?» — заорал Сенька хохоча. «В общем, надо мне дальше идти, времени мало». Продолжая хохотать, чудак побежал к следующему дому. «И Гоша?» — это ещё что такое? Решив не ломать голову над бессвязным бредом Сеньки, из которого Игорь понял лишь, что мальчик, несмотря на операцию, прожил всего три дня, так и не дождавшись отца, он быстро собрался, накинул сверху ветровку и влился в людской ручеёк, тёкший по улице в сторону дома старосты. Толпа, стоявшая в довольно обширном дворе, напряжённо молчала. Обычно жители возбуждённо переговаривались между собой, пока слово не брал староста. Теперь же не было слышно ни праздных разговоров, ни обсуждений темы собрания. Где-то в первых рядах Игорь увидел проблеск ярко-голубых глаз, что было для него удивительно. Целитель никогда прежде не посещал собрание, и слово староста для него было не указ. «Приветствую всех!» — сухо произнёс, одетый в белую рубаху, сухощавый бородатый мужчина лет шестидесяти пяти, выйдя из дома на крыльцо, игравшая роль эдакого помоста. «Поднял я вас в этот ранний час не просто так. В деревне умер ребёнок, не имеющий имени». В толпе кто-то испуганно вскрикнул. «Тихо!» — рявкнул староста. «Все вы знаете, как избавиться от Эгоши. Достаточно ответить на вопрос о его имени или о его родителях. Нина!» — мягко обратился он к сгорбившейся от горя девушке, которую под руки вывели из толпы и помогли подняться на крыльцо. «Как вы планировали его назвать?» «Антон хотел назвать его Фимой», — слабо ответила Нина. «Все слышали?» — обратился староста к толпе. «Если Эгоша спросит, как его хотели назвать, отвечайте Ефимом». «Ну а про родителей?» «Вы и сами должны знать, чай не в городе живём». Староста тихо поблагодарил Нину и сделал знак, чтобы девушку увели в дом. «Переживать при виде Эгоши не стоит», — продолжил он, когда дверь позади захлопнулась. «Да, выглядеть он будет, мягко скажем, неприятно, но многие из вас уже сталкивались с Эгошей. К тому же, если вы правильно ответите на его вопрос, то он вас не тронет и навсегда исчезнет. А теперь разойдись». Игорь, уходя с собрания, решил задать мучивший его вопрос первому попавшемуся мужику, который когда-то латал ему крышу. «А что это такое, Эгоша, и почему все так переживают из-за него?» Мужик снисходительно посмотрел на Игоря. «Да, видать, в городе вы совсем уж в тепличных условиях живёте, раз не знаете, кто такой Эгоша». «Эгоша?» «Оживший мёртвый ребёнок, которому при жизни не дали имени». «Что за бред?» Едва ли не расхохотался Игорь суеверию деревенских. «Я, конечно, знал, что они тут верят во всякую чушь, но в такое...» «Ничего смешного», – мрачно отрезал мужик, нахмуренно посмотрев на Игоря. «Тем, кто не может правильно ответить на его вопрос, он разрывает лицо». «Ну-ну». «Бывший хирург чувствовал, как смех вырывается наружу, поэтому отошёл от мужика, чтобы не обидеть того своей реакцией». Всю ночь Игорь провалялся без сна. Его бессонница была вызвана не чувством вины, ведь мужчина понимал, что даже те три дня, которые прожил ребёнок благодаря пересадке кожи, были по сути чудом. Нет, его тревожила обеспокоенность за Нину. Кто знал, что могло ей прийти в голову после такой беды? Поэтому, как только у кого-то во дворе пропел петух, Игорь встал с кровати, быстро оделся и двинулся в сторону дома, где недавно произошла трагедия. Идя по улицам медленно просыпающейся деревни, Игорь думал о предлоге, под которым он собирался навестить Нину. «А может сказать как есть, что переживаю за неё?» Подходя к дому женщины, Игоря охватило ощущение, будто что-то не так. Нина не держала собак, но у соседей они были, и никогда не упускали случая облаять бывшего хирурга, будто чувствуя в нём чужака, в котором осталось ещё много городского. Один пёс, здоровенный, одноглазый кавказец по имени Пират, проявлял особое усердие в облаивании Игоря. Однажды он даже выскочил за забор и, возможно, добавил бы отверстие в теле Игоря, если бы не велосипед, на котором мужчина ехал, и возраст пирата, не позволяющий ему резво носиться. Но сегодня собаки молчали. На улице стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь редким громыханьем грома, которым периодически разражалась чёрная туча, идущая откуда-то с востока. Плохое предчувствие накатило на Игоря, когда он заметил пирата, опасливо выглядывающего из своей будки и тихо поскуливающего, будто от испуга. А увидев тело женщины, лежащей во дворе своего дома, лицом вниз, плохое предчувствие захлестнуло его сознание с силой мощнейшего цунами. «Нина!» Мужчина подбежал к Нине, надеясь, что та просто упала в обморок. Он старательно не замечал тёмную лужу возле её головы и окрашенные чем-то красным руки, раскинутые в стороны. Наверное, разбило нос при падении. Однако, переворачивая тело, Игорь понял, что она не просто разбила нос. Он попросту отсутствовал. Так же, как и добрая часть лица, вместо которого теперь был ухмыляющийся череп. Игорь сел в закрытом на все засовы доме. Во всех комнатах горел свет. За окнами стояла стена дождя, за полчаса размывшего единственную дорогу из деревни до такой степени, что по ней не смог проехать даже трактор. В руках Игорь сжимал ружьё, взятое у одного из деревенских жителей, промышляющих охотой. «Не поможет оно», произнёс мужик, когда Игорь неожиданно ввалился к нему в дом с просьбой продать оружие. «Игоша, это ведь не человек уже». «Да дай ты мне его!» – разозлился Игорь, протягивая стопку пятитысячных купюр. «На эти деньги ты себе десять таких ружей купишь». «Бери», – вздохнул охотник. «Но я бы на твоём месте лучше выучил всех родственников мёртвого ребёнка. И то, как его хотели назвать, ведь будет лишь один шанс ответить на его вопрос». «А что он спросит?» «Неизвестно». Губы Игоря постоянно шевелились. Он повторял имена и даты, надеясь правильно ответить в нужный момент. «К тебе следующему, скорее всего, пойдёт». Не глядя в глаза Игорю, сказал староста, когда тот принёс ему весть о смерти Нины. «Или к целителю. Ведь вы все трое связаны особой эмоциональной связью». «Не знаю, почему родная мать не ответила на вопросы Гоши, но тебе лучше подготовиться». «Вон, возьми ту книгу. Там все жители нашей деревни с прошлого века записаны, в том числе и родственники Нины с Антоном». «Чёртов ливень!» – завопил Игорь, проклиная стихию, не давшую ему уехать прочь из деревни. На часах пробило полночь. «Главное, до рассвета продержаться», – вспомнились Игорю слова старосты. Вдруг, где-то прямо под диваном, на котором он сидел, послышался громкий шорох. Отпрыгнув на пару метров вперёд, Игорь дрожащими руками поднял ружьё, продолжая шепотом повторять родственников и Гоши, и прицелился в сторону дивана. Из-за спинки показались тёмно-синие детские руки. Через несколько мгновений над ними выплыла половина детского лица того же цвета, что и руки. Были видны лишь горящие жёлтым светом глаза. «Ну же!» – выкрикнул Игорь, нервы которого были натянуты, как струны. «Задай свой вопрос!» Игоша приподнялся над спинкой дивана на несколько сантиметров. Нижнюю часть лица занимала широкая пасть, из которой торчало множество острейших кривых зубов. Несмотря на ужас, Игорь силой воли заставил себя сконцентрироваться на вопросе, который должен был сейчас последовать. Игоша начал хрипеть. Издал звук, похожий на покашливание, а затем начал говорить. И тогда Игорь понял, почему никто не сможет ответить на вопрос этому Игоше. Он задавал их на поросячьем языке, хрюкая и повизгивая. Мужчина выстрелил в сторону Игоши, однако, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, монстр быстро прыгнул в сторону, избежав дроби, а затем совершил молниеносный рывок в сторону Игоря, издавая громкий поросячий виск. В следующее мгновение Игорь почувствовал нечеловеческую боль, когда Игоша начал разрывать его лицо острыми клыками. В сознании мужчины что-то порвалось. Некий спасительный трос, который мозг обрывает в безвыходной ситуации, лишая человека связи с реальным миром для облегчения страданий. Игорь безумно захохотал в пустой комнате, продолжая отрывать от своего лица куски мяса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok